Продолжение следует... Кармической, инкарнационной, матричной, халдейской цифрологии, бизнес-нумерологии, кармической и фатумной родологии, нумерологии здоровья, постоянные эксперты на телеканалах РНТВ, Домашний, ТВЦ, члены Российского географического общества, Интернационального союза писателей, Российского авторского общества и Международного авторского общества, лауреаты многочисленных премий в своих прогнозах на 2022 год предсказали глобальный политический кризис, смены правительств и правящих элит. Новостные ленты пестрят событиями, подтверждающими точность прогнозов Айрон и Джулипо. Массовые народные протесты и недовольство политикой своих правительств прокатились в Молдавии, Болгарии, Франции и Великобритании, уход правительства в отставку в Эстонии и Шри-Ланке. Вопрос лишь один. Кто следующий? Прогноз Джулипо от 27 апреля 2022 года. Ну а теперь давайте вернемся еще раз к Франции, Италии и Германии. Если вы помните, буквально пару дней тому назад итальянцы вышли на улицы с лозунгами, ну не то чтобы в поддержку России, но по крайней мере они пытаются обосновать то, что происходит между Россией и Украиной. И просит свое правительство пересмотреть позицию в отношении санкционной политики и прочего. Поэтому пока Италия находится на самом меньшем рубеже конфликта, но тем не менее это может зайти достаточно в активную фазу. Также я говорила, что основная идея, по которой будут бастовать люди в Италии, это не совсем корректная, неправильная политика в отношении финансовой сферы в самой Италии. И, собственно говоря, одними из основными тезисами, лозунгами в Италии, это именно, что люди недовольны своим материальным благосостоянием. Информация взята из открытых источников. 21 мая 2022 года. Новости Первого канала. В Италии проходят митинги против поставок оружия Украине. В Европе все больше не согласных с политикой разжигания войны. Массовые протесты охватили Италию, выступают против поставок оружия Украины. Рим, Милан, Турин, Триест. Люди рекой хлынули на улицы. Требования к властям резонные. Вместо увеличения военного бюджета стоило бы уделять больше внимания социальным проблемам и увеличивать зарплаты. Еще один повод для недовольства – рост коммунальных тарифов и цен на бензин. Обратный эффект от антироссийских санкций. Информация взята из открытых источников. 19 июня 2022 года. Известие. В городах Италии прошли митинги против политики властей. В ряде городов Италии прошли митинги против политики итальянских властей. Протестующие выступали за мир, повышенную заработную плату и справедливый налог. Лидер итальянских коммунистов Марко Ритцо заявил, что между мнением итальянского народа и позицией властей – пропасть. Санкции, оборонительное оружие, наступательное оружие, ни одного упоминания слова «мир» – мер для улучшения экономических и социальных условий нашей страны. Позор. Есть огромная разница между тем, что думает итальянский народ и парламент, преклоняющий колени перед НАТО, ЕС, МВФ и ЕЦБ. Информация взята из открытых источников. 18 июня 2022 года. Лента.ру. ТАСС. Демонстранты раскритиковали политику премьера Италии Драги на акциях протеста в Риме. Акции протеста прошли в 20 крупных городах Италии, в том числе в Милане, Турини, Неаполе и Флоренции. Так, выступая на митинге в Турине, представитель партии «Единая Италия» Амедео Авандет заявил, что власти страны не интересуют интересы народа. В Италии в абсолютной бедности живут 5,6 миллиона жителей. 10% находятся на грани голода. Но Драги все это не интересует. Он не представляет интересы итальянского народа. Он – марионетка в руках НАТО. Информация взята из открытых источников. 11 июля 2022 года. Своё фермерство.ру. Фермеры Италии выходят на протесты. Работники сельскохозяйственной отрасли Италии подхватили европейскую волну протестов и вышли на улицы. Местные аграрии бастуют против возросших цен на топливо и удобрения. Прогноз Джулипо от 8 июня 2022 года. В целом, в Италии всё достаточно благополучно. То есть, я имею в виду, ничто ей не угрожает извне. Но есть одна большая проблема в Италии. Это проблема 10 и 19. Десятый аркан – это аркан денег. То есть, мы говорим о бюджете страны. А 19-й аркан – это её правящая элита. Я тоже уже неоднократно акцентировала внимание на то, что правящая элита Италии нерационально, очень глупо, очень корыстно расходует бюджет Италии. С экономической точки зрения самая тяжкая ситуация среди хедлайнеров Европы, конечно, в Италии. Информация взята из открытых источников. 22 июня 2022 года. Прайм. Жесть без нефти. Европейцам пообещали безумное будущее из-за санкций. Экономические вызовы, стоящие перед объединённой Европой, усугубляются проблемами в финансовой сфере. Резкий рост на текущей неделе купонных ставок по облигациям нескольких европейских стран, прежде всего Италии, реанимировал ожидания полномасштабного экономического кризиса в Европе. Прогноз Джулипо от 6 апреля 2022 года. У Италии выходила, мы помните, раньше говорили, достаточно активная позиция в плане катастрофы. Это расколы, скажем так, корыта, землетрясения. Достаточно сложное будет лето с точки зрения климата. Но вот в большей степени я бы беспокоилась всё-таки о финансовой составляющей для Италии, потому что идёт очень крупная потеря денег. Может быть, это связано с взысканием обратно долгов, которые Италия должна. Возможно, это будет связано с желанием Италии вложить деньги в какие-то будущие проекты. Это будет очень неразумная трата. Вот я в новостях читала, например, что Италия планирует очень большие деньги вложить в военный сектор, а откуда их взять, если она должна, очень большие суммы. Ну, в общем, каким-то образом Италия потеряет достаточно большую сумму денег, и это будет исключительно стратегическая ошибка высшего руководства. Информация взята из открытых источников. 14 июля 2022 года. Invest for Sight. Евро может ждать невидимый кризис из-за Италии. Финансовый кризис, развивающийся в Италии, может стать предвестником худших потрясений в истории евро, пишет Bloomberg. Слабость экономики и большие долги третьей по величине экономики еврозоны Италии могут стать проблемой для всех остальных участников блока. Признаки слабости Италии появились только в прошлом месяце. Однако уже сегодня правительство Марио Драги оказалось на грани политического кризиса. Прогноз Джулипо от 6 апреля 2022 года. Всегда с нетерпением жду ваших стримов и верю только в вашем прогнозе. Пожалуйста, про Италию. Учисляется новый мировой порядок. Здесь уже начали с социального кредита по китайской системе во многожилых домах. И когда закончится деятельность премьер-министра с маленькой буквой Драги? И по какому пути будет строить Россия? Будет тотальный контроль в мире? Очень хочется получить ответы. По поводу Италии я говорила, что в ближайшее время к Италии предъявят какие-то очень большие финансовые запросы. И премьер-министр Драги допустит какую-то финансовую ошибку. Это будет последней каплей в среде населения. И очень высока вероятность начала революционного движения внутри Италии. Именно по причине финансовых неправильных решений. Возможно, это то, что вы там говорите, про какие-то социальные кредиты. Но все-таки нет. Деньги утекут, они не внутри страны. Они куда-то утекут. То есть такое ощущение, как будто огромные какие-то колоссальные суммы утекут куда-то. И это будет чисто его ошибка. Поэтому да, есть вероятность того, что могут начать революционные настроения. Информация взята из открытых источников. 14 июля 2022 года. Независимая газета. Из-за Украины и социальных проблем Италии грозят досрочные выборы. 14 июля 2022 года. Expert.ru. Правительство Драги на краю пропасти. Информация взята из открытых источников. 21 июля 2022 года. Газета.ру. Премьер Италии уволился со второй попытки. Премьер Италии Драги подал в отставку. Президент Моторелла принял ее. Глава правительства Италии Марио Драги повторно решил покинуть свой пост. На этот раз президент республики Серджио Моторелла принял отставку премьера. Ранее Драги не поддержала в голосовании «Авотуме доверия» движение «Пять звезд» – главная сила правящей коалиции. Президент Италии Серджио Моторелла удовлетворил прошение премьера Марио Драги об отставке. Правительство Драги останется у власти для решения текущих вопросов, говорится в заявлении на сайте главы республики Италия. Это уже второй раз, когда Драги попытался покинуть свой пост. 14 июля президент не поддержал его решение. Приглашаем на обучение в Международную академию нумерологии «Альвасар», чтобы стать профессиональными нумерологами и консультировать по различным областям жизни человека – карьере, бизнесу и финансам, взаимоотношениям между людьми как в личной, так и в деловой сфере, карме, здоровью, предназначению, талантам и, главное, прогнозированию на любое событие или период. Ведущие российские нумерологи Айронпо и Джулипо, составляющие климатические и политико-географические прогнозы, авторы многочисленных книг и методик, открыли двери своей академии для всех желающих. Оставайтесь на нашем канале, чтобы быть в курсе самых последних новостей, а мы будем продолжать делиться с вами информацией по сбывшимся предсказаниям. Точность расчетов проверена временем. Редактор субтитров А.Семкин